Здравствуйте! Сегодня мы наносим антикор на днище нашего нового автомобиля Lada Granta. Наносим самостоятельно. Для этого арендовали на несколько часов подъемник в автосервисе наших хороших знакомых, с которыми дружим уже более 10 лет. Работаем с сыном две кисточки. О составе антикора я скажу чуть позже. Кстати, хорошая новость. Днище на новых автомобилях Автоваз стал обрабатывать довольно внушительным слоем полимерного покрытия. И это, конечно же, не может не радовать. Но, однако, все равно мы с сыном стараемся полностью сделать антикоррозийку на весь свой автомобиль сразу снова. Кстати, это очень удобно. Не надо ни очищать от грязи, ни тем более от ржавчины. Декор мы приготовили еще дома. Одну часть разогретого пушечного сала смешали с таким же количеством резинобитомной мастики, тоже прогретой где-то до 70 градусов. Сюда привезли готовую смесь в разогретом состоянии. И даже здесь подогреваем, вот как вы видели, на плитке. Все равно, чтобы наносить антикоррозийку разогретым. А сейчас давайте посмотрим, что у нас получается. Уже остывший слой нашего антикора с пушным салом на ощупь напоминает разогретый пластилин. Что, в общем-то, и создает эффект самозалечивания царапин от попадания камешков с дороги. Вот. Лишь арку над трубой глушителя мы не стали промазывать нашим антикорром, поскольку он горючий. Сейчас, как мне трудно догадаться, все-таки глушитель во время движения достаточно сильно разогревается. И поэтому арочку мы не прокрашивали антикорром. Сейчас будем снимать задний бампер. И все скрытые за бампером полости мы пройдем также антикором. Вот. И еще такой момент. Так называемый телевизор, который расположен за передним бампером, мы уже обработали. Вот. В этом же цепи когда еще снимали передний бампер для того, чтобы установить защитную сетку радиатора. Кстати, на эту тему у меня тоже есть небольшой ролик. Кому, кто заинтересуется, может посмотреть, перейдя по ссылочке в описании к ролику. Вот. Ну, в общем-то, на этом все. Всего вам доброго. До...